Добрый вечер, дорогие друзья! Первый канал начинает прямую трансляцию с чешского города Острава, где сборная России сегодня проведет предпоследний матч предварительной группы Чемпионата мира по хоккею. И наш соперник – команда Словакии. Сборная России, белые свитеры сборной Словакии в синей форме. Сегодня здесь, на Чес-арене, уже прошел один матч нашей группы, группы В. Американцы выиграли со счетом 3-1 у команды Словении и занимают первое место с 15 очками. Но у американцев одна игра в запасе по сравнению с нами и финнами. А у российской и финской сборной по 12 очков на 3 меньше, но, повторяю, игра в запасе. 10 очков у белорусов, напоминаю, в четвертьфинал, который состоится в четверг. Попадают 4 команды из группы. Так вот эту четверку снизу поджимает наш сегодняшний соперник – команда Словакии. 7 очков для Словакии. Последний шанс зацепиться за шанс попасть в четвертьфинал. Но и нам нужна победа. Сегодня с вами комментатор Андрей Голованов и Виктор Гусев. И у нас первая пятерка. Пятерка Шипачевой. Вот бросок по воротам Юлиуса Худачека. Яковлев, Белов, пара защитников. Понарин, Шипачев, Додонов, тройка нападающих. Вообще изменений нет в нашем составе по сравнению с поединком против сборной Белоруссии накануне. Несмотря на то, что были опасения, что Артем Анисимов вроде бы получил травму. Скорее сказались старые травмы. Он не был на раскатке, но сегодня Артем в составе. Собственно и наш вратарь Сергей Бобровский не принимал участия в утренней раскатке. Сегодня снова занимает привычное место. Ротация вратарей минимальная на этом турнире у сборной России. Так что вот Сергей Бобровский. И относительно новый вратарь у наших соперников. Худачек, Юлиус Худачек сменил сегодня знакомого нам Яна Латцо. Есть кое-какая перетасовка в тройках сборной Словакии. Мы этого коснем чуть ли позже. Пока что Мазякин за воротами из-за них выходит. Пас назад под бросок Антипину. Наши зажали Словаков в их зоне. Такое неплохое начало. Звено Малкина на льду. И идет смена состава. Защитник Виктор Антипин. Один из самых молодых игроков нашей команды. Сделал передачу. И составы сменились. Малкин с партнерами отправляется на скамейку. Тройка Анисимова. Ковальчук. Анисимов-Тарасенко. Напомню, Илья капитан нашей сборной. Его постоянно тренеры переводят из звена в звено. Он играл тут с разными партнерами. Начинал с Плотниковым, Анисимовым. Потом с Широковым и Тихоновым. Теперь вот новое сочетание. Но именно Ковальчук, напомним, открыл счет в матче с белорусами. Забросив прекрасную шайбу. Два тренера. Наш Олег Знарок. И хорошо нам знакомый Владимир Вуйток. Чешский тренер словацкой сборной. Владимир Вуйток, который много поработал и в нашей российской лиге. Континентальной хоккейной лиге. Последний сезон в тренерской карьере этого специалиста. И ему тоже нужна победа. Хотя бы по этой причине. На вбрасывание Илья Ковальчук. И не все у нас получается с вбрасыванием в этом чемпионате. Есть Андреева статистика. Любопытный листочек. Но вот сейчас Ковальчук выиграл, что хорошо, приятно. И отбивает блином. Отбивает шайбу в сторону Юлиус Худачек. И контратака. Это Юрчо. Шайба перехвачена. Ковальчук. Илья Ковальчук был признан лучшим игроком матча с Белоруссией. Который мы вчера выиграли со счетом 7-0. Но вот сейчас щелчок не получился. Шайба остается у нас. И это попытается сделать Двитрий Куликов. Защитник Флориды. Ну что же, все так началось в быстром темпе. Я сказал, что, конечно же, не только Словакам нужна победа. Дело в том, что мы тоже еще не обеспечили себе место в этом самом заветном четвертфинале, в этой четверке. И кроме того, что может быть еще важнее, мы нашли вчера свою игру в матче с белорусами. И хочется как-то это дело закрепить и разбить. Очень важно. Очень важно команде Олега Знарка сегодня. Сегодня продолжит то, что было вчера. И вот атака. С пятачка. Атака в воротах у датчика. За шайбой поехал Куликов. Делает передачу за воротами на Миронов. Андрей Миронов из московского Динамо. И вбрасывает Плотников шайбу в зону. Тихоновское звено. Месаров защитник пошел вперед. Атакующий защитник. И сейчас Словакий в атаке. Шайба осталась в зоне. Судей назовем. Павел Фодок, Владимир Шиндлер. Два представителя Чехии. Они сборную России на этом турнире еще не судили. Помогают также чех Виттледерер и представитель Шуницарии Николя Флюри. Белов бросает шайбу за ворота. Не точно не получилась передача. Хотели закрепиться в зоне. Но вот так ошибся. Немного ошибся Евгений Додонов. 63-й номер. Лучший снайпер этого турнира. А в атаке его партнер Панарин делает передачу. И может быть лишнюю, лишнюю передачу на Додонова. Мы знаем, что Панарин прекрасный бросок. Но, внимание, перехват. Как Теннисис слета перехватил ту шайбу Шипачев. И вот бросок. На месте вратарь сборной Словакии. Фантастическая результативность этой тройки. 10 шайб, 16 передач. 26 очков набрали Панарин, Шипачев, Додонов в пяти предыдущих матчах. И, как Виктор сказал, Додонов лучший бомбардир чемпионата по системе Гол Плюс Пас. Он набирал очки в каждом из предыдущих матчей. В процессе атаки была смена состава. Уже Николай Кулемин оказался на площадке. Вот в составе этого звена невольно. И именно он наносил бросок поворотов из очень опасной позиции. Чудинов по борту дал на Мазякина. Мазякин продолжил. Не было ли подножки там против Малкина? Судьи показывают, что все в порядке. До три чешских арбитра сегодня. Включая одного лайнсмена и один лайнсмен из Швейцарии. Чехия, собственно, сборная. Чехи играют в другой группе. Они сегодня выиграли у команды Германии с отсчетом 4-2. И, скорее всего, Чехия идет на третье место итоговое в своей группе. Напоминаю, что третья команда той группы сыграется второй командой нашей. А пока на этом втором месте мы. Тарасенко. На глазах прибавляет в игре Тарасенко и Малкин. В общем, происходит то, что и должно было происходить. Ну вот Владимир Вуйток сказал, что его так напугала. Накоюния игра сборной России. Это крупная победа. Что сегодня словаки будут играть от обороны вторым номером. Но пока, смотрите, достаточно активны наши соперники. Да, он сказал, что мы должны сыграть так, чтобы нас не постигла участь белорусов, которые проиграли 0-7. Ну и еще Вуйток сказал о том, что очень важна быстрая шайба. Заброшенная в ворота сборной России. Собственно, вот сейчас и пытались это сделать наши соперники. Ответ идет вперед Широков. Сергей Широков, ноу, занял, скажем так, место, которое предназначалось, которое держать для Павла Дюцука, который, к сожалению, не смог приехать. Широков забросил шайбу матча с белорусами. Ответ. Паник. Четвертая тройка сборной Чехии. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Курьезнейшая шайба. Курьезнейшая шайба влетает в ворота Бобровского. И нужен подход, чтобы действительно разглядеть, как это произошло. Уже непонятно, куда, в какой уголок эта шайба проскочила. Давайте посмотрим. Партнеры поздравляют своего капитана. Томаша Капецкий из Флориды Пантерс. Вот посмотрим. Вот такая атака. Какой опасности она не сулила. Давайте смотрим. Вот Капецкий развернулся. И неожиданно. Рикошет. Нет. Капецкий бросает. И просто шайба над плечом Бобровского. Вот это ошибка. Конечно, это серьезная ошибка. Но, возможно, первая ошибка нашего вратаря на нынешнем турнире. Бобровский играет практически во всех матчах. Одну полную игру провел Барулин. Удобен вышел ненадолго в игре с белорусами. Но вот Бобровский расслабился. Обладатель приза лучшего голкипера национальной хоккейной лиги 13-го года. Гадонов. Пазы за ворот все-таки последовал, но неточный. Словакия, как надо, конечно, успеть нашим защитникам. Словакия в четырех матчах из пяти пропускали первыми. А вот сегодня первыми забросили как раз быструю шайбу, о которой говорил Владимир Вуйток. Но это только самое начало игры. 6.25 на табло. Рекламная пауза. Ну вот пока тут была рекламная пауза. О чем-то с арбитрами разговаривал капитан сборной Словакии и автор заброшенной шайбы. Может быть он уточнял фамилии игроков, которые принимали участие в этой атаке, авторов голевой передачи. Возможно так. И наш Малкин что-то говорил судье. Возможно обсуждали тот эпизод. Помните, нам показалось, что была подножка против Малкина некоторое время назад. Может быть вот речь шла именно об этом. Но не суть дела. Мазякин в средней зоне делает такой обостряющий пас на Кулемина. Не прошла эта передача. Малкину Борта проигрывает борьбу. Примерно на той точке, откуда нам была заброшена шайба. И Словакия в нашей зоне. Колоссальная поддержка трибун, друзья мои. До этого на всех матчах сборной России трибуны были нашими. Сегодня, конечно, болельщики российские в меньшинстве. Но что вы хотите, Словакия. Чехии Словакия. Малкин делает передачу на Мазякина. Мазякин подыграл себе коньком. Уходит за ворота. Малкин пас назад под бросок к защитнику. И дальше Миронов через борт. Тут Малкин. Так вот, словацкие болельщики, естественно. Когда-то Чехия и Словакия это были одно целое. Сейчас близкие соседи. Острова вообще почти пограничный город. Поэтому понятно. Десятитысячная арена заполнена практически в основном болельщиками сборной Словакии. Брасывает шайбу в зону Артем Анисимов. И сам за ней устремляется. Остается на пятачке Анисимов. Один совершенно отстал со словаских кист по центру. Ковальчук подкараули эту бесхозную шайбу. И уже Анисимов играет. Шайбу Анисимова. Пас за ворота вроде бы не точно. Но получилось. На Ковальчука развития не было. Так, бросок. И смотрите, Ковальчук один совершенно был. Яковлев от синерин наносил бросок. И Ковальчук мог не только подправить эту шайбу, но остановить ее и продолжить атаку тем самым. Но не получилось ни то, ни другое. Вот вспоминая предыдущий матч Словаков, который они проиграли Финнам 0-3. И надо отметить, что в Словакии неудачно сыграли в обороне. На своем пятачке. Финнам позволяли многое. Сегодня действуют гораздо более внимательно. И стараются вообще соблюдать игровую дисциплину. Вот сейчас вбрасывание. И у нас Тихонов на точке вбрасывания. Действительно, вбрасывание это одна из проблем нашей сборной. Пока в тридцатку лучших по этому показателю на чемпионате никто из россиян не входит. Можете представить, наши занимают первые места в списке бомбардиров. Об этом мы еще скажем, когда будет возможность. А вот по выигранным выбрасываниям показатель очень низкий. Олег Знарок. Вы знаете, он ему город Астрава хорошо знаком в 94-м году. А Знарок в прошлом прекрасный нападающий. Вот он играл здесь в 94-м году за команду Витковица Стил. Что касается его коллеги Владимира Вуйтока, тренера сборной из Словакии, то он родился недалеко, в 15 километрах от Астравы. Это их объединяет. Ну и, естественно, они хорошо знакомы как тренеры. И очередную атаку наши начинают Широков. Широков бросает неожиданно для вратаря, но был Кудачек к этому готов. Два хоккеиста по фамилии Кудачек сегодня в составе сборной Словакии. Вот он вратарь Юлиус Кудачек. Он представляет шведский клуб Эребру. И его однофамилец. Это вот запасной игр. Ибер Ян Ланца. Мы его тоже знаем. Он игрок Фариса из Астаны. Поступающего в нашей президентальной хоккейной лиге. Второй Либор Кудачек. Нападающий первого звена. А у нас как раз сейчас первая тройка на площадке. Это Додонов. Додонов кукует из-за ворот очень неплохо. До последнего момента его никто не атаковал. И контратака Словацкой команды. Перехват есть возможность. Куликов сделал передачу. А это неожиданный, очень хороший бросок Панарина. Легкий, воздушный, техничный, с хорошим броском от нападающего питерского СКА. Но снова на месте Кудачек. И пока 10 минут позади первого периода. Кудачек в полном порядке. Напоминаю, до этого у Словаков во всех матчах, да, Андрея, играл Ян Лацо. Но так он был основным голкипером. И вот стали отдохнуть после вчерашней игры. Вчера проиграли Финном 0-3. Словаки. Дали отдохнуть. Лацо играет Кудачек пока очень надежно. У нас там на пятачке Кулемин. Шайбой Малкин. Делает передачу. Яковлев не смог эту шайбу поймать на крюк. И снова Словаки. Начинают атаку неудачно. Перехват. И Мазякину не дали возможности добраться до этой шайбы. 3 в 2 атака наших соперников. Татар перевод. Хороший на фланг. Бросок. Атаковал 19-й номер Миклик. Малкин. Непонятная передача. Мазякин. Мы проводим смену. Появился Медведев. Появился его партнер по обороне. Белов. У нас 7 защитников, напоминаю. Поэтому все время идет ротация. Ну, ротация, да. Но вот Медведев-Белов, эта перестановка, так сказать, она уже имела место давно, когда тренеры разбили дуэт питерских защитников, да, в первом звене. Да, Чудинов-Белов. Опять у нас смена, поэтому Медведев ждет. Один из ветеранов Медведев. По возрасту. 32 года этому защитнику. Плотников активно здесь играет. Мы ждем от него той же, тех же действий, что в Минске. В Минске, помните, попал в сборную символическую. И здесь очень активен. Но как-то немножко не хватает, чтобы выйти на тот минский уровень. Это Куликов. Куликов через борт. Широков. Шайбу пропустил. Плотников применяет силовой прием. Тут возмущены болельщики, которые находятся рядом с этим местом. С этим бортиком. И бросает Дмитрий Куликов. Дмитрий Куликов. А и Евгений Малкин на ваш экранах. Ну, нельзя не вспомнить. Да, ответ. Повторая атака Словакова. В Татарах делает передачу партнера. Там подставил плюшку наш защитник Чудинов. Нельзя не вспомнить, какую роль сыграл Малкин в победе нашей сборной. В 12-м году чемпионате мира. Где в финале как раз мы обыграли сборную Словакии. Со счетом 6-2. А вот он Малкин на ваших экранах был. Ну, примчался на помощь сборной Спиттбурга. Несмотря на травму. Говорили о травме лодыжки. Но вот Малкин играет. Конечно, это еще не тот Малкин. Но уже какие-то были проблески в его игре во вчерашнем матче. Хороший ход в зону. Это Габорик атаковал. Да, над верхним углом ворот наших пролетела шайба. Габорик – это лидер. Мариан Габорик. Бомбардир Лос-Анджелес Кингс. Лидер бесспорной сборной Словакии. Вот он атаковал. Под него подбирают игроков. В первое звено. И сегодня новое сочетание. Бросок получился такой в сторону ворот. У Граника, защитника, хорошо нам известно по выступлениям за Московское Динамо. 51-й номер. Доминик Граник. Играл у Знарка в Московском Динамо. Но вот так уже 7,5 минут до конца первого периода сборная Словакии выигрывает. У команды России со счетом 1-0. Шипачев под синюю линию на Кулемина. Но Кулемин один и расстался с шайбой нападающей второй нашей тройки. Ну вот мы слышим и наше скандирование. Нужен гол. Прорываются голоса и наших болельщиков. Но я уверен, что миллионы, миллионы телезрителей Первого канала вместе с теми, может быть, сотнями болельщиков России, которые здесь на трибунах поддерживают. Желают победы нашей сборной. И идет вперед Малкин. Уходит за ворота. Оставляет шайбу. Получает ответный пас. Мазякин. И неудачно. Не сумел Куликов удержать шайбу на синей линии. Словаки настроились на эту игру. Щелчок и от шиклюшки Куликова шайба летит за ворота. Рекламная пауза. Итак, продолжается первый период матча Россия-Словакия в рамках 79-го чемпионата мира по хоккею в Чехии. Кстати, именно, скорее всего, в Словакии, в Братиславе-Кошице в 19-м году пройдет чемпионат мира. Следующий турнир подобного уровня через год, в 16-м году, примет, как известно, Москва и Санкт-Петербург. Но мы вернулись на площадку, поскольку игра возобновилась. И Словаки в нашей зоне. И вот Капецкий, их капитан, со своими партнерами по четвертому звену сегодня на площадке. И этому звену противостоит пятерка Ковальчука. Вот Илья. Не поняли друг друга. Оставлял партнеру шайбу Ковальчук. В результате все это закончилось атакой Словаков на наши ворота. И шел вперед Паник, Ричард Паник. Из Торонто Мэйпл Лив. 7 анхайловцев в составе сборной Словакии. И игроки других лиг, в том числе и нашей континентальной хоккейной лиги, присутствуют. Досадную шайбу мы пропустили. Еще увидим повтор. Какая-то она совершенно была неочевидна. Скажем так, даже у сборной Словакии были более такие опасные моменты у наших ворот. Челчок Тихонова. Великолепный Тихонов сыграл в первом матче с норвецами. И вот как-никак он не наберет ту форму, которую мог бы набрать сложный год, сложный сезон у Виктора. Проброс. И, как известно, в этом случае пробросы допустили Словакии. Они не могут заменить состав. А мы выпускаем тройку Шипачева. Напоминаю, Панарин. Он один из лучших бомбардиров. И он самый агрессивный нах нападающий. 16 бросков нанес поворотом соперников предыдущих матчей. Это защитник Далога. Это такая возможность для свеженького нашего звена. То, о чем вы говорили, Андрей. 3 в 1. Они засменились и бросок. И смотрите, что делает Словакий воротарь. Панарин. Бросал, казалось, наверняка. Один из наших лучших бомбардиров. А это уже центральный нападающий. Это Сна Шипачев. И 2 в 2. Куликов. Панарин с шайбой. И пас назад. Меняется наше первое звено. Малкин с партнерами. Вот он набирает скорость. Малкина с шайбой Миронов. Один из последних, кто был включен в нашу заявку. Андрей Миронов. Еще одно место остается. Неудачно сыграл Миклик. Шайбу не выбросило с зоны. Матякин. Но! Осталось только бросить. И уже попытка броска Кулемина. Кулемин за воротом. Мазякин. Рядом с ним Малкин. Мазякин оставляет шайбу Малкину. Малкин огляделся. Пас на Кулемина. Кулемин. Здесь Мазякин. Кулемин. Вот бросок защитник. Но добавить. И не удается добавить. Шайба перескакивает через клюшку Малкина. А мы сейчас словаков крепко прижали. Не конкретно даже это звено и эта пятерка. А вообще середина периода преимущества россиян все ощутимее. Извенок и Вальчука. Но это мощный щелчок Чудинова защитника. Мы сказали, что в этом звене на раскатке не было Анисимова. Кто же вместо него? Вот часто Анисимов как раз атакует. И нормальный. Всем своим видом показывает, что не страшны травмы. И тут же ответ словацкой команды. Но это не очень опасный бросок для Бобровского. А вот этот. А здесь вообще до ворот не долетает. Но надежно сыграли защитники. Прорывается Тарасенко. Кто играл в том звене на раскатке, кто был вместо Анисимова. Его заменял Лептенов. Андрей Лептенов. Который по-прежнему в составе сборной. Он не может быть заявлен. Потому что мы держим это место. Возможно под Авечкина. Но неизвестно, освободится ли он в НХЛ. Возможно под кого-то из защитников Монреаля. Емелина или Маркова. Вот такой выбор. Но собственно Монреал еще тоже не проиграл. Но вот об этом думают тренеры. И держат одно место вакантно. Но на всякий случай, если не сработает ни Овечинский вариант. Ни Емелинский с Марковским. То будет Лептенов. Наверное. Пока он помогает вот так на тренировках. И тренируется сам, естественно. Доровецкий. Он первый успевает к шайбе. Это нападающий Словаков. За две с половиной минуты до конца первого периода. Словаки атакуют. Галлога бросал. Тихонов молодец. Помог защитникам Плотников. Тихонов. Там Широков один. Но Тихонов пока выбирает другое продолжение для атаки. Плотников. Плотников полез один на трех защитников. Хорошо, что шайба скочила к Тихонову. И наша атака продолжается. И вот попытка нанести бросок у Широкова. И нарушение правил. Фалят на Широкове. Задержка клюшкой. И мы получаем численное преимущество за 2 минуты 4 секунды до конца первого периода. Так, очень важный момент для нашей команды в этом самом первом периоде, который мы пока проигрываем со счетом 0-1. Вот вы видите фол против Сергея Широкова. И садится на скамейку штрафников Томаш Суровый, да? 43-й номер. Хорошо нам известно, за сколько он клубов сменил в нашей континентальной хоккейной лиге. И Минская Динамо, и Рижская, и ЦСКА, и Пражский Лев. Сейчас он на скамейке штрафников. Привыкли к тому, что Ковальчук выходит на место одного из защитников. Та же ситуация и сейчас. Он в паре с Медведевым на синей линии. Ждет паса под бросок. Передача идет такая замысловатая. Но в итоге на Медведева получилось. Понарин. Первое звено плюс Медведев и Ковальчук. Пас на Ковальчука. Ну, Илья, и пас, и Понарин. Прикрыл ближний угол. Вратарь. Тадонов. Не прошла передача на Медведева. Ковальчук. Разыграть не получилось. Делал такой дальний бросок по воротам Бобровского. Медведев. Чудинов. Чудинов. На ударную позицию. Чудинов прорывает передачу. Чудинов. Чудинов. Неожидан. Неожиданную, скажем так, шайбу забросил капитан словацкой команды. Томаш Капецкий. И сейчас у нас флеш-интервью, который проведет Александр Ледогостер. Его собеседником будет нападающий Сергей Широков. Ну, посмотрим, что скажет Широков, что ответит он на вопросы нашего корреспондента. Давайте все внимание на интервью. Данное интервью готовится. Еще раз напомню, что сегодня сборная США выиграла команды Словении со счетом 3-1. 15 очков американцев. У сборной России и Финляндии по 12. И на одну игру меньше, чем у сборной США. Сергей Широков, нападающий сборной России, подведет итоги первого периода. Сергей, пока проигрываем. Наверное, такой курьезный шайб. Вы вспомните в своей карьере хоть раз такое видели? Бывает, но, наверное, не стоит на этом зацикливаться. Потому что играем здорово. Игра получается. Немножко не хватает реализации. Где-то передерживаем. Где-то, наоборот, чуть раньше бросаем. Так что впереди два периода. Нужно отыгрываться и выходить вперед. Потому что мы должны выигрывать. Хорошая команда у нас. И еще раз повторю, игра получается. За два чемпионата мира, наверное, впервые мы играем как бы в гостевой матче. Потому что наших болельщиков меньше. Это ощущается? Не хочется заставить их замолчать? Да, наоборот, это подзадоривает. Еще больше и сильнее. Сейчас будем стараться, чтобы они замолчали. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Это был Сергей Широков, нападающий в сборной России. Итак, главные арбитры матча Словакия-Россия. Два Чеха и их помощники. Швейцарец и Чех. Уже на льду. Чех-арена 10-тысячного зала. И мы ждем выхода на этот самый лед команд. Сборная России проигрывает после первого периода со счетом 0-1. И шайбу, как вы помните, забросил капитан команды Словакии Томаш Капецкий. И вот они появляются на площадке. Пока же скажем, что последняя игра между Словакией и Россией была в Сочи в рамках Олимпийского турнира. Тогда основное время закончилось и в овертайм. Со счетом 0-0. И бросок Радулова в серии послематчевых булитов тогда принес нам победу. Ну и было два важнейших матча. Словаки победили нас в финале чемпионата мира 2002 года. В Готеборге 4-3 завоевали золото чемпионов мира. Мы отметили прекрасной игрой в финале чемпионата мира 2012 года в Хельсинки. Россия выиграла 6-2. И так мы стали чемпионами мира. С вами комментаторы Андрей Голобанов и Диктор Гусев. Ну я еще добавлю, что 5 последних матчей в рамках чемпионатов мира и Олимпийских игр мы у Словаков выиграли. Начиная с 2010 года. У нас преимущество в личных встречах. Но все цифры приводить, наверное, смысла нет. Просто вот отметим 5 последних встреч остались за сборной России. Ну и, наверное, надо сказать, что всегда принципиальным соперником сборной Советского Союза была команда Чехословакии. Мы как-то всегда называли их чехами. Чехи – главные соперники. Но в составе тех чехословакских команд было очень много словаков. Например, гениальный вратарь Влада Цурилла. Да, он был словаком. Его уже нет с нами. Он умер 20 лет назад в возрасте 52 лет. Но его помнит мировой хоккей. Помнит его и Словакия. В его честь называют турниры. Великолепный вратарь Влада Цурилла. Но это наш голкипер Сергей Бобровский. Великолепно сыграл в Минске на чемпионате мира прошлого года. Хотя почему-то лучшим голкипером был признен Опека Ринна из Финляндии. Но Бобровского мы прекрасно знаем. И 26 лет нашему вратарю. Еще раз скажу, что в 2013 году первым из российских голкиперов он получил бензино-трофе. Это приз лучшему вратарю национальной хоккейной лиги. А теперь, внимание, налет второй период. Который начинает тройка Шипачева. Против тройки суровые первые вбрасывания. Вадим выиграл. По вбрасываниям ничья. 7-7. Здесь более-менее все неплохо для нас обстоит. Ну и посмотрим. Белов бросает. Подставлял клюшку там. Шипачев как раз. И ошибается, Вадим. 3-2. Габорик! Ну и хорошо. Удачно сыграл Бобровский. Атаковал Мариан Габорик. Вот был лидером команды Словакии. Много лет Мирослав Шаттан. Он ушел в прошлом году в возрасте 39 лет из хоккея. И вот этот самый Мариан Габорик, бомбардир Лос-Анджелеса, фактически занял его место в качестве лидера команды. У нас Антипин, Куликов, пара защитников. Мазякина обокрал нападающий Словакской сборной. И смотрите, мы никак из зоны выйти не можем. Вторая тройка соперников. Миклик, Вьеденский, Татар. А это Малкин. Куликов. Мазякин не смог поймать шайбу на красной линии. И снова Нипуш идет вперед. 26-й номер идет по левому флангу. Оставляет защитнику мощный щелчок. Вьеденский, правый нападающий этого звена. И попытка броска Мазякина ложится под него, под этот бросок. Словацкий защитник. И ответная атака. Добровский в игре. После такого наброса на ворота Миклика. Из Хабаровского Амура. Этот хоккеист. Нападающий. Миклик, 19-й номер. Наговорили, что 7 НПЛ-ов. Но вот из нашей континентальной хоккейн-меди тоже есть ребята. Падает. Но, как говорится, без посторонней помощи. Владимир Тарасенко. Провел прекрасный сезон в Сент-Луисе. Здесь начал, начал постепенно набирать. Форму было сложно. Он последним прилетел из-за океана. Говорить о наших хоккеистах. 100% Тарасенко мы пока не видим, к сожалению. Белов за воротами. Делает передачу под синюю линию. Очень неплохо на Плотникова. Плотников увидел там Широкова. Широков пытался коньком эту шайбу остановить. Сейчас он у борта. И Широков как-то беловато сыграл. Потерял шайбу. Но нет, молодец. Молодец исправил, собственно, ошибку. И снова идет тот самый угол. Теперь получилось. Плотников. Передачу его направления прервали. Мы отходим в свою зону. Егор Яковлев. И уже пас. Его партнер делает на Плотникова. Плотникова. Тихонов не зацепился за шайбу. Ответ Словаков. Нескосумбурная игра идет в начале второго периода. Атакуют Антипина Словакии. Непросто нам начать атаку. Вообще некоторые специалисты говорили и говорят о том, что один из резервов для усиления нашей игры это более быстрое начало атаки защитниками. Но вот шанс для Панарина. Да, как Шипачев ему просто между защитниками протолкнул шайбу на выход Панарину. Совсем немного не хватило. Все три игрока этой тройки в числе лучших бомбардиров. Вот смотрите как. Конек, клюшка, конек. И идет лучший бомбардир. Тадонов. Просто висят, висят у него на клюшке. Смена. Мазякин удачно подхватил шайбу. Бросок. Ой-ой-ой-ой. Бросок и... Полезненный бросок получился поворотом Кудачика. Говорим Кудачик. Специально уточнили все ударения у коллег из Словакии. Ну и смотрим здесь, конечно же, репортажи чешского телевидения. За особенностью частью наших соперников. Кудачик. Юриус Кудачик. Вот смотрите как попала шайба. Слетел шлем. Но Кудачик остается на площадке. Нам не случайно Латцо показали второго вратаря. Собственно первого. Но сегодня вот он не играет. Но я думаю, что останется Кудачик. Он участник уже трех чемпионатов мира. Но при... Да, вот вновь Латцо на ваших экранах. Режиссер нам как бы намекает. Но при этом Кудачик никогда не играл на самих чемпионатах. Он был в заявке, да. Но все время был либо вторым, либо третьим вратарем. И по сути он сегодня дебютирует на мировых первенствах. И вот пока он сохраняет свои ворота в неприкосновенности. Но все нормально. Игра сейчас возобновится. Мазякин на ваших экранах. Сергей Мазякин. 34 года. Самый возрастной в составе нашей сборной. После того, как вот Зарипов из-за травмы ее покинул. Зарипов ненамного. Затем на несколько дней старше Мазякина. Так, и вот приходится, знаете, что оказывать помощь не Кудачику, а его экипировке, скажем так. Новый шлем. И Марек Далога везет ему новый шлем. Марек Далога игрок пражской Спарты. Спарта играет в экстралиге, в главной лиге чешского чемпионата. Ну а Кудача, как мы уже говорили, представитель чемпионата Швеции. Он выступает за клуб Эребру. Вообще пестрый состав. 20 клубов из 10 стран. Чем-то недоволен Олег Знарок. Брасывание. Малкин выиграл вбрасывание. Поворолся до воротами Кулемин. Щелчок. Отскочило. Но опять, мне кажется, немножко преждевременно дали свисток. Хармидов Миронов бросил и не зафиксировал в ловушке Кудачик эту шайбу. Мы помним такой эпизод, да, Андрей? Помните, когда вот Малкин тарит шайбу болельщику, естественно, Питтсбурга. Видим, мальчишка. Наверное, не знаю, показали ли это вам. Это было на нашем кубе. На табло над ареной. Но в подарок от Малкина мальчишка в свитере Питтсбурга получил шайбу. Но он действительно зафиксировал ее. Мальчик-то зафиксировал. Кудачик не зафиксировал. Удачик. У нас свисток уже прозвучал. Был такой эпизод в матче с Соединенными Штатами, когда Плотников добил же шайбу в ворота. Это могло очень сильно повлиять на ход той встречи. Но судья дал свисток, хотя шайба еще находилась там в свободном движении. И вот сейчас, по-моему, тоже это было сделано немножко преждевременно. Но забудем этот эпизод. Ничего страшного. Белов делает передачу туда, в зону. Ковальчук на Ковальчука просто наседает в прямом переносном смысле защитника. Снова откатываемся назад. И Куликов делает передачу. Ковальчук. Ой, настрой на борьбу врезается от соперника за воротами. Плотников. Передача на Тихонова. Тихонова. Антипин на Куликова. Широков. Не входить, не входить в зону. Теперь можно. Вбрасывает шайбу в зону Тихонов. К ней устремился Широков. Поборолся. Отнял шайбу. Широков оставляет Тихонова. Плотников ждет передачи. А шайба получает защитник. И бросок. Бросок Чудинова. Чудинов еще раз. Хорошая передача. Тонкая передача. На Тихонова Тихонов бросает. Кажется, шайба. Кажется, уже летит. Ворота нет мимо. Медведев. И меняются какие-то четвертые тройки. Появились игроки из СКА. Медведев. И опять. Не просто худачик и приходится. Панарин. Шипачев. Шипачев кружит, кружит, кружит. Три гола, пять голевых передач у него. У центрального нападающего. Вот у первого звена. Вот он был с шайбой. И снова, и снова все тот же худачик. Удачик и снова удачно. И рекламная пауза. Сэр Сэн и Ковальчук. Защитник сборной Словакии. И наш нападающий, нас капитан. Сэр Сэн представляет клуб Слован Братислава. Как вы знаете, играющий в континентальной хоккейной лиге. Ну а Илья Ковальчук. Обладатель кубка Кагарина. Капитан питерского СКА. На вбрасывании центральный нападающий первый звенар Шипачев. Посмотрим, как у него получится. Вот с этим вбрасыванием. Вот видите, вбрасывание выиграл. Но в результате подобрали мы. И это к тому, что наши тренеры, когда вот отвечали на этот вопрос, они удачны в вбрасываниях. Они говорили, что главное подбора нет. Выигрывать-то, может быть, мы и выигрываем. А это и бросок по воротам к Панарина. Панарин может неожиданно из-под защитника. 23-летний форвард. Дебют сборной. На чемпионатах мира. Удаление будет у Словаков. Второе в матче. Ну что же, напомню, что первое удаление было в самом конце первого периода. И наши не смогли этим воспользоваться. Вот теперь второй шанс. Ну, вообще... Так не надо говорить, что я что-то пытаюсь предсказать. Мы лучшие по реализации большинства. Уверенно возглавляем таблицу. Из 17 попыток реализовались 7. А вот у Словаков игра в меньшинстве не очень здесь получается. О чем Владимир Вуйток, который был на наших экранах, только что и говорил. Тарасенко. У нас две спецбригады. Вот сейчас вторая, где Малкин, Пулемин, Мазякин, Тарасенко. И в обороне 73-й номер Чудинов. Ну а Юрчина. Юрчина удален за толчок соперника клюшкой. Есть! Есть! И мы реализуем. Андрей. Андрей. Мазякин. Так и должно быть. Хотя он Сергей. Но... Но... Речь о другом. Да, по вашим предсказаниям невольно. И Мазякин становится автором заброшенной шайбы. Принимает поздравления. И мы видим, это третья шайба Мазякина на турнире при трех голевых передачах. Шесть очков. Очень важная шайба. И мгновенно использовано численное преимущество. Но вот так вот Мазякин доехал до ворот. И... Видите, смотрим повтор момента. Собственно, и доезжать и не нужно было. Мощный щелчок. И вот здесь закрытый своими и соперниками худачик сплаковал. Но отдадим должное броску щелчку Мазякина. 27 шайб он забросил. И 27 голевых передач в 49 матчах сезона. 54 очка. Это континентальная хоккейная лига. И вот шесть очков здесь. На чемпионате Чехии. Двукратный чемпион мира Мазякин, напомним. Восьмой-девятый год. В Минске его не было. Помните эту историю? В Минске его не было. Он не приехал. Показался, да, ехать в Минск. Но двукратный чемпион мира, да, Мазякин. 1-1. Немножко полегче дышать. Команда, естественно, в равных составах. И наша с шайбой. И перевод на фланг. И идет Тарасенко. Тарасенко закладывает вираж. В своем стиле. Капитан нашей золотой молодежки 2011 года. Владимир Тарасенко. Фанарин из той же сборной, из того же состава. Так нами любимый Артемий Фанарин. Олег Знарок. Его помощники. Брасывание в средней зоне. Четвертая тройка. Тихонов в брасане проиграл. Тихонов, как мы уже говорили, в предыдущем матче получил повреждение. Но играет. И даже извинялся после матча с белорусами перед партнерами, что не смог забросить. Но зато забросил Широков. Реализовал буллит. И вообще Сергей Широков не очень удачно начался. Но очень здорово играл и вчера, и сегодня. Я его отмечаю нападающим в Омске в авангарде 52-го номера. Ну вот ждал-ждал передачи. Там была какая-то спичка на пятачке. Останавливает встречу арбитр. Игрок площади ворот. Широков как раз. Да-да. Широков был в прошлом году в Минске. И был еще и до этого в составе, когда мы выиграли чемпионат мира в 12-м году. Это было в Хельсинки. Стокгольм-Хельсинки. А у нас уже новое звено на площадке. Вадим Шибачев с партнерами. 87-й номер. Вадим Шибачев номер. Сидни Кросби. Лидера канадской команды. Кстати, в эти минуты швейцарцы играют с канадцами. Канадцы занимают первое место в группе А. И у них это единственная команда, которая абсолютный тут показатель. Пять матчей и пять побед. И вот сейчас играют со швейцарцами. Канадцы и шведы в той группе уже обеспечили себе выход в четвертьфинал. Напомню, что там финальные матчи в четверг. Шибачев, Белов. А Панарин там закрывал обзор. Худачи, вот. Финны этим пользовались накануне. И так одну из шайп и забросили в ворот Словаков. Баба Габорик. А с ним очень плотно наши действуют. Передача прошла. Но Панарин и Панарин. Пас. В типичном своем стиле. Все сделала эта тройка. И пас на Додонова. Лучший снайпер чемпионата не смог завершить эту атаку. Додонова, кстати, не только лучший снайпер этого чемпионата. Он лучший снайпер Кубка Гагарина. 15 шайб. 15 для него передать в 22 матчах. Но и здесь 10 очков. 6 плюс 4, мы уже говорили. Это повтор заброшенной шайбы. А это вот тот момент, когда Панарин сыграл на Додонова. И снова на пути шайбы стал удачек. Далека. Партович. Снова удачек на ваших экранах. Проводит отличный матч. И Ян Лацо готов, если будет нужно войти в игру. На скамеечке вторая вратарь Парыса из Астаны. А тут в игре уже Бобровский, но так играючи ловит шайбу. Сергей Бобровский по прозвищу Боб. Почему очень смеются местные болельщики? Потому что талисманы чемпионата мира это Боб и Бобик. Два кролика. И вот тут Бобровский как нельзя кстати. Долега. Бросок не очень точный. Откровенно скажем. Куликов выбрал борьбу Юрчо за шайбу. Но Юрчо не оставляет попыток отобрать эту шайбу. И приходит уже на помощь Антипин Куликову. Бартович успевает Долуга, Куликов. Смотрите, какую смену проводят Словакии. Заперли наши. Но правда так не создают каких-то опасных моментов. Тут вязкая борьба в нашей зоне. И вот Ковальчук. Передача не совсем точно получилась на Тарасенко. И вытать проброс. Илья Ковальчук на ваших экранах. Десятый чемпионат мира. Тут сказал, что может в каком-то варианте продолжения своей карьеры вернуться в Национальную хоккейную лигу. Но посмотрим. Пока что он в СКА неплохо чувствует составе СКА. И СКА, конечно, доволен. Такому капитану. Миклик. Миклик. Веденский татар. Вторая тройка Словакова. Давайте посмотрим на вот наше это сочетание, Андрей. Дело в том, что Тарасенко, Широков, Тихонов. Просто Тарасенко не успел замениться. Тарасенко задержался, да. Вышел Плотников. Наши тренеры меняли тут состав троек. Но я не помню, чтобы такое было что-то кардинальное по ходу матча. Но мы за этим внимательно следим. Поэтому отметили вот неожиданное появление Тарасенко на площадке. Но действительно, это был просто эпизод. Тихонов на пятачке. Куда же сейчас устремился Широков. После дальнего щелчка. Вот синяя линия. И вот ответ Дровецкий. Дровецкий с шайвой. Паз за оборота. Капецкий. Капитан сборной Словакии. Паник. И мощный щелчок с острого угла. Граник. Доминик Граник. Мы вам его уже представляли. Защитник. 51 номер. Еще один. Еще один бросок. Его уже наносил Капецкий. Активный. Активный капитан. Савадской сборной. Еще раз. Домаш Капецкий. Представляет клуб Флорида Пантернс. По 7 хайловцев и у нас и Словаков. Но в этом большом списке лучших бомбардиров Слорадских бомбардистов нет. Но кто у них лучший? Габорик, по-моему. Да, там у него... Нет. У них лучший защитник Месарош. А, да-да-да. Очень хороший. Хорошим братом из Баффало. Из Баффало Сейборс. Месарош. Но Габорик, он тоже две шайбы он забросил. Две шайбы он забросил. Но у Словаков защитники пока забросили больше на турнире, чем нападающие. Такая вот странная вещь. Габорик. Габорик. Представляет национальную хоккейную лигу. Еще один вариант. Это первое звено. Но в атаке. Тройка Палкина и бросок Мазякина. Игра остановлена. Прекламная пауза у нас. Итак, мы возвращаемся на лед Чезарены, которая была построена очень давно, 20 лет назад, но реконструирована к чемпионату мира 2004 года. Между прочим, открывал ее концерт Хосе Карероса. На хоккей она вмещает около 9 тысяч, но атак вместимость чуть побольше. Все-таки здесь оборудованы места специально для журналистов. Вот такая арена. И вбрасывание в нашей словацкой зоне. Игра возобновилась. И у нас стройка из СКА на площадке. Шибачев на точке вбрасывания. И против Юрчо. Одного из инхайловцев в составе сборной Словакии. Томаш Юрчо из Детройта. Недалечая шайба. Недалечая шибачевая. Недалечая шибачевая. Додонов. Додонов шел на скорости. Самый легкий в составе нашей команды. 76 килограммов веса. И действительно легко идет вперед. Хорошая скорость. И бросает настоящий бомбардир. Как он проявил себя вот в составе этого звена. Они уже вот так с осени прошлого года нас всех удивляют в составе питерского СКА. Но сейчас уже другой турнир. И сейчас другие надежды связаны с нашим первым звеном. Тем временем Тарасенко, Ковальчуг и их партнеры на площадке. Но и следует смена. И новое звено у нас. Повтор момента. Отбил шайбу Бобровский. Потом ее накрыл. 25 номер Веденский. Марк Веденский. Из ХПК Хаммелина. Тарасенко. Не получил сделать передачу. Довольно рискованно был. Тем более еще упал Тарасенко. Отбивают щитком шайбу за ворота Бобровский. Вступил в борьбу Белов. Зачемный мощный Белов. Но потерял. Выиграл. Тут сватку с нашими двумя защитниками. Словак. И вот быстрый ответ. Так получилось. Ковальчуг. Идет сам штанга. Не стал делать передачу на Тарасенко. Ковальчуг. Ну и действительно бросок. Совершенно был оправдан. Совершенно оправдан. Такое продолжение. Потому что. Ну штанга. Ну что вы хотите. Сантиметров не хватило. Миллиметров. А потом уже бросок Тарасенко. Два опаснейших момента. У ворот у датчика. А помните шайбу Ковальчука. Первую в игре с белорусами. Нет. Удаления не будет. Когда он вошел в зону и показал, что будет делать передачу Анисимова. И все поверили. А Ковальчук бросил сам и забросил. Но мы не видели сейчас глаза Ковальчука. Может быть он делал то же самое. Я уверен. Широков. Шайба скользнула по клюшке вратаря. После этой передачи Плотникова. И снова Плотников. И снова эта клюшка на льду. Ответ. Габорик там сыграл. Это уже удачек. Нападающих удачек. Либорх удачек. Вот это первое звено. Словацкой команды. Габорик. 12 номер. Пошел вперед. Суровый. Томаш Суровый. Мазякин. Пытался поднять клюшку соперника Виктор Тихонов. Положение. Было положение вне игры. Вошел в зону нападающей сборной Словакии раньше, чем туда вошла Сайба. Обратили внимание на то, да, что очень корректно проходит матч. У нас пока не было ни одного удаления. У Словаков два. Мы вообще одна из самых корректных команд турнира. 34 минуты штрафа в пяти предыдущих матчах. Словакии на противоположном. В конце этой таблицы у них штраф как раз больше в два раза 79 минут. Но еще я обращу внимание, что мы являемся лидерами не только по игре в большинстве, но и по эффективности бросков. Не по количеству, а по эффективности. Соотношение заброшенных шайб к броскам. Вот у нас каждый шестой бросок оказывается точным. А вот у Словаков для сравнения только каждый 14-й. И это очень плохой, откровенно, показатель. Но пока здесь сегодня 1-1. Хотя по броскам и впереди. Это Янозик защитник. Какой силовой прием хороший. Николай Кулемин. Нападающий оборонительного плана и может сыграть и как защитник. И пас. Неплохой пас. Кулемин, но вот не нашла этой передачи Малкина. А Малкин уже не глядя. Делал пас. Так, с разворота. Кстати, потеря. Но Малкин и сейчас не точно, Евгений. Ну что же такое? Юрчо. Юрчо идет мощно. Но вот второй раз хорошо сыграет. Кулемин. Кулемин в таком силовом отборе шайбы. Очень здорово выглядит. Ковровский за воротами. Передача на Чудинова. И вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Панарин, Панарин за ворота. Там две клюшки. Словацких хоккеистов преградили путь шайбы. Но Панарин продолжает ее контролировать. Смотрите, что вытворяет. И пас. Но! На Шибачева, Шибачев. Попадает защитника. И ответ. Ответ Татара, нападающий из Детройта. 90-й номер. И вот, но! Панарин делал передачу. В очередной раз на Додонова. И шайба сошла с крюка. Не смог ее остановить Евгений Додонов. Может быть, уже усталость. Я не знаю, в конце второго периода. Жалко. В одно касание Твальчук сделал передачу. Так, на Тарасенко, который выскакивал со скамейки запасных. Неплохо получилось. К сожалению, развития не было у этой атаки. Две с половиной минуты до конца второго периода. 1-1. Напряженнейшая борьба в матче Словакия-Россия. Словакия в роли хозяев и по турнирному протоколу. Ну и просто потому, что они очень близко от Остравы живут. Немножко не хватило Кудачуку, чтобы дотянуться до этой шайбы. А здесь был Тарасенко. И остановка игры. Панарин. Артемий Панарин на ваших экранах. Будет теперь он играть за Чикаго. Подписал контракт Артемий. Жалко, конечно. Но что делать? Нужно думать о продолжении карьеры. Вот он, 23-летний нападающий питерского Sky. Смотрите, впадение делает передачу. Что помешало? Может быть, вот эта выставленная клюшка? Я не знаю. Все-таки мешал. Татар мешал. Вы видели, клюшка слегка зацепил. Кадонова. Но так или иначе, завершить атаку не удалось. Ну и, кстати, мы сказали, что обеспечили себе место в четвертьфинале. И из другой группы команды Канады и Швеции. Но не будем обижать и хозяев чемпионата. Чехи тоже, находясь сейчас на третьем месте, тоже попали в четвертьфинал. Ну, детали, так сказать, технических раскладов мы оставим на потом. Но вот эти три команды уже точно будут в четвертьфинале. Ну и швейцарцы, да, там только выясняется, какое место кто займет. Но в четверге будут и швейцарцы тоже. Более сложная ситуация в нашей группе. И более сложная ситуация сейчас на площадке. Потому что удаляется с поля за полторы минуты до конца второго периода наш игрок. И вы видите повтор этого момента. Тихонов на ху датчике. Тихонов нарушил правила. По мнению Снарка нарушения не было. Ну, задержка клюшка. И так квалифицируют это действие Тихонова арбитры. Кстати, Андрей Костицын из сборной Белоруссии, который накануне грубо сыграл атаку в голову против Тихонова, получил дисциплинарный штраф. Его дисквалифицировали на один матч. А у нас оброняются Кулемин, Малкин. Вот он, Месарош, опаснейший защитник. Андрей Месарош из Бабло Сейборс. Да, Виктор, вы сказали о возможности заявить Локтионова. Мне кажется, что этой возможностью в итоге тренеры воспользуются. Не сейчас, так может быть потом, уже ближе к плей-офф. Потому что у нас Локтионов универсал. Он может сыграть и в центре, и на фланге. И он может как раз сыграть в роли форвард такого обронительного, разрушительного плана. У нас в меньшинстве выходит Малкин. На мой взгляд, это от безысходности. Локтионова, да. Заменили бы Лорионова. Сесть на машину времени Игоря Лорионова, это было бы здорово. У нас Малкин выходит, это не его работа в меньшинстве. И вы знаете, ну едва, едва. Это Габорик, тем более сам Габорик. Вот он был на ударной позиции, самой что ни на есть. Звезда Лос-Анджелес Кингс и, вы видите, Владимира Вуйтека. Его команда имела реальный шанс сейчас реализовать численное преимущество. Вот видите. Давайте посмотрим повтор момента. Вот, бросок и шайба попадает в щиток Бобровскому. Бросок получился по центру ворот, но именно там был щиток Сергея. И наши в атаке за минуту до конца второго периода. Ковальчук, Анисимов, Яковлев и Белов обороняются. Просто сносит соперника. Илья Ковальчук. Все в рамках правил. Бобровский фиксирует шайбу за воротами. Не фиксирует, а просто ловит ее на клюшку. Белов там пошел в силовую борьбу. Вот расположились в нашей зоне за 30 секунд до конца второго периода. И выбросить не совсем получилось уж у Анисимова. Удача под бросок Месарошу и добавлял 43 номер. Суровый бросал, просто упор расстреливал Бобровского. Бобровский выстоял. Вот смотрите еще раз этот эпизод. Это предыдущий эпизод. Предыдущий эпизод, момент Габорика. А это вот уже... Да. Это колоссальный был момент, конечно, у словацкой команды. 17 секунд до конца второго периода. Габорик на ваших экранах. 48 секунд в меньшинстве. Кисленное преимущество у команды Словакии. 10 секунд 9. Но тут уже нам нужно выстоять. Нужно выстоять. И вот, к счастью, ошибается. Игрок сборной Словакии. Все. Второй период позади. Счет 1-1. Мы сумели сравнять счет. И все решит... Я надеюсь, все решит третий период. Который мы начнем в меньшинстве. Тихонову еще 30 минут отбывать штраф. 30 секунд. Не дай бог 30 минут. Да, да. Ну, я оговорился. 30 секунд. Да. Ну, сейчас немножко подождем. Будет очередное флеш-интервью. Которое возьмет наш корреспондент Александр Ледогостер. На этот раз у Максима Чудинова. Мужественного Максима Чудинова. Не менее мужественного, чем наш боксер Федор Чудинов. Но Максим Чудинов прекрасно себя проявил еще в скаун. Лидером был обладатель Кубка Гагарина по игровому времени. По многим показателям был лучшим в плей-офф. Ну, и хорошо выглядят и на этом турнире. Сейчас вот Александр Ледогостер о чем-то с Максимом поговорит. Ну, а пока что еще раз скажу, что Канада, Швеция, Чехия и Швейцария обеспечились в их черт. Финал, пожалуйста, Александр Ледогостер. После второго периода с нами согласился поговорить защитник сборной России Максим Чудинов. Максим, после вашей великолепной передачи Мазякин открытал одну шайбу. Помните, как это было? Прекрасная была передача. Просто вытащил середину на тренировке, на игре, в принципе, все хорошо получилось, забили. Чувствуется, что игра идет сегодня, но никак у нас шайба не идет в ворота. Как что с реализацией удачи не хватает, по вашему мнению, что? Я не знаю, думаю, в третьем периоде будут голы. Играем неплохо накидом на ворота. Нужно просто закрывать вратаря, и будут голы. Это, наверное, один из самых упорных матчей на этом чемпионате, если исключить матч со сборной США. Словаков последняя надежда остаться в четверке. Они будут биться до конца. Вы готовы к этому? Я не знаю, мы не смотрим на Словаков, мы играем в свое хоккей. Тоже с первой до последней секунды бьемся, делаем свое дело, нужно выигрывать. Удачи, удачи. Это был Максим Чудинов, защитник сборной России. Итак, 1-1 после двух периодов матча предварительной группы «Б» чемпионата мира, который проходит в Чехии. Мы с вами на арене, на чех-арене чешского города Острава. В первом периоде словаки вышли вперед, и капитан Томаш Хапецкий открыл счет. Нам удалось этот счет сравнять в результате броска Сергея Мазякина во втором периоде. Начинаем третий период мы в меньшинстве. На скамейке штрафников Виктор Тихонов. Еще 30 секунд ему нужно быть на этой самой скамейке, а нам обороняться. Вот такая ситуация. И еще раз напомню, что в нашей группе лидирует команда Соединенных Штатов с 15 очками. Но американцев на игру больше, чем у ближайших преследователей, коими являемся мы и финны. У нас по 12 очков. 10 у белорусов и 7 у словаков. Это верхняя часть турнирной таблицы. В четверт финал выходят 4 лучшие сборные. И все они сыграют в четверг. Соответственно, четвертая команда нашей группы с первой командой, с другой группой и так далее. Вот такие расклады. Наши появляются на площадке. Мы видим, в частности, Виктора Тихонова, который сейчас займет прямиком отправиться на скамейку штрафников. Итак, мы уже говорили о том, что соотношение бросков по итогам двух периодов 23-14 в пользу россиян. По вбрасываниям мы немного уступаем. 18 выиграли, 21 проиграли. Очень неплохо Евгений Малкин на вбрасываниях смотрится. Плюс 5 у него. А вот Вадим Шипачев имеет минус 4. То есть из 14 вбрасываний он выиграл только 5. Вот такие цифры. Ну и еще самым агрессивным у нас пока является защитник Максим Чудинов. Он 3 броска нанес поворотом к удачика. Больше всего времени на площадке, если верить цифрам, провел Евгений Медведев, ассистент-капитан Ильи Ковальчука. Больше 13 минут. Ну и вот Виктор Тихонов. Здесь он уже сменил, по-моему, 3 звена на этом чемпионате. Напомню, лучший бомбардир чемпионата мира в Минске Сергей Мазякин. Автор ответной шайбы в сегодняшнем матче. Мазякин оформил дубль в игре с датчанами. Там был признан лучшим игроком, если вы помните. Но это уже дела прошлых дней, скажем так. Да, итак, третий период. И у нас на вбрасывание центрально нападающих первого звена Вадим Шипачев. Шайба в итоге отходит к словацким хистам. Они начинают атаку. Но и мы в меньшинстве. И у нас четверка, которая призвана это меньшинство убить. Здесь Дадонов. И Шипачев, если говорить нападающих, бросок в ближний угол. Очень опасно. Вбрасывание. И Габорик. Видите, вот его статистика по турниру. 22 броска. Мы уже говорили, две заброшенные шайбы. Мариан Габорик. Вот он, звезда сборной Словакии. По-моему, шайба задела перекладину. Мы помним игрока сборной Словакии Сдена Хара. Патресе гигантский защитник. Но не приехал сюда. Вщетник Босса на двойной перелом голени. Наверняка у зрителей наших возник вопрос. А где же Сдена Хара? Но вот нет в составе. Все. Тихонов на льду. Ух ты! И снова штанга. И снова, знаете, бросок примерно из той зоны. Но, правда, более ожидаемый, чем тот, после которого от Словакии открыли счет. Но так или иначе, штанга выручила. А теперь выручает ловушка Вобровского. Но это было гораздо менее опасно. Но вот так вот. Вот на ваших экранах был Томаш Суровый. И его бросок это... Давайте еще раз посмотрим. Суровый. Да, и почти в крестовину. Томаш Суровый. Томаш Суровый. Играет за Бангскую пистрицу. Словацкий клуб. Называют баранами. Ой, Суровый баран. Но в хорошем смысле баран. Упертый. Это, наверное, характеризует игру самого Сурового. Сейчас едва не вывел свою команду вперед. Тарасенко. И Тарасенко забрасывает. Тарасенко делает то, что он должен был сделать. Должен был сделать. Кстати, похоже на ту шайбу, которую он открыл счет своих заброшенных шайб на этом турнире. Там мешал и отвлекал на себя внимание защитников Илья Ковальчук. Тарасенко нанес убойный бросок. Браво, Владимир. Шестой снайпер чемпионата национальной хоккейной лиги. 37 шайб там. И вот вторая шайба. Вторая шайба на нынешнем. Третья шайба. Да, конечно. Третья шайба Тарасенко. Третья шайба Тарасенко. Вот смотрите. И все. И даже великолепный... Удача их не спас. Бежим прочим, он забрасывает в третьем матче подряд. Дании забросил, Белоруссии забросил и сегодня забросил. Да, ну и стоит ли говорить, что он будучи шестым снайпером Манхелл, что он лучший ломбардир своего Сент-Луиса. Это бесспорно сезон Владимира Тарасенко. И будем, будем ждать, что он будет набирать и здесь по ходу матчей. Воспитанник новосибирского хоккея. На всякий случай напомним, мне кажется, это важно. Это всегда важно, конечно, Андрей. Нужно помнить о своих корнях. Миронов, не входя в зону, мощный щелчок к воротам к удачика. Гиппинов на пятачке ждет передачи от Широкова. Широков играет пас за ворота Плотникову. Плотников и нашел, нашел Широкова. Но у того висели соперники на клюшке. Отходить назад Миронов. Делал передачу на Антипина. Антипин бросил шайбу туда, бросил ее за воротами. И наши меняют состав. Панарин с партнерами. Панарин помешал сопернику. Позволил Медведеву подхватить эту шайбу. Медведев за воротами. Панарин тем временем разгоняется. Идет, идет по левому флангу. Панарин смещается в центр. У него неважно, сколько тут соперников. Он может идти в обыгрыш. Обыгрывать несколько, знаете, в лучших традициях, если хотите. Советского хоккея, по-моему, играет. В лучшие свои моменты Панарин, да и все это звено. Медведев сделал передачу на Чудинова. Но пора меняться. И поэтому немудовство лукаво Чудинов, опять же, во второй раз подряд бросил туда подальше за ворота. Панарин с партнерами меняются. Тарасенко, Ковальчук на площадке и Анисимов. У нас что ли поменяли тренера очередность выхода троек? Ну вот вы имеете в виду, что сразу после первого звена вышли ребята Ковальчука, да? Да, да. Вновь Габорик. Снова на наших экранах Габорик. И мы видим повтор момента. Вот бросок Габорика. Бросок Суровый. Бросок Суровый. Такие похожие. И вот бросок. Там-то были две штанги. Один раз шайба. Чиркнул перекладния второй раз в штангу. Ну а вот бросок Тарасенко принес нам вторую заброшенную шайбу. 2-1. Малкин еще улучшил статистику своего при вбрасывании. Вот сейчас звено Малкина на льду. Мазякин ждет от него передачи. Передачи от Кулемина. Но получил пас Малкин. Кулемин. Рядом Малкин. Кулемин идет сам. Идет, идет, теряет эту шайбу. Идет, идет, теряет эту шайбу. Мазякин. И посмотрим теперь вот что тут у нас с очередностью. Очень опасный бросок не с неудобной руки Миклика. Татар. Очень опасный нападающий в предыдущем матче. Гал в первом звене с Габориком Татар. Нападающий Детройт Ред Уинкс. Вот мы отмечали с Виктором не раз, насколько этот матч важен для словаков. Потому что они пока не попадают в плей-офф. Посмотрим за этой атакой. Дозгончивая наброском. Нет, бросок не получается. Но они сами, надо справедливо сказать, все осложнили жизнь. Проиграли норвежцам 2-3, выигрывая по ходу встречи. Вот не будет этого поражения, и словаки бы более уверенно себя чувствовали. Потом, правда, финнам проиграли, но... Но они, вот знаете, команда будет такая. Они как? Они у датчан выиграли 4-3 по буритам. В Белоруссии 2-1 в овертайме. Со Словении 3-1, проигрывая 0-1. Вот все это было до проигрыша норвежцам. То есть они себя показали, как действительно мужчины. Но вот потом такая неудача. Но мы тоже боремся за место в этой четверке. Я говорил, что в той группе 4 команды уже себе гарантировали. А у нас ничего. У нас только пока американцы. Яковлев и добавить. И уже попытка была Сергея Плотникова. Сергей нападающий Ярославского локомотива. Тоже у него такой непростой сезон. Вот так с неудобной руки, но ждал. Ждал этого броска к удаче. Сергей Плотников был на ваших экранах. 14.50 на табло. Столько осталось до конца третьего периода. Мы выигрываем у команды Словакии 2-1. В Острове на чемпионате мира. И соперник атакует. Это такие ловкие руки Дровецки. Вот он за нашими воротами. Пас. И не может, не может на шайбу Далога удержать на синей линии. Далога пошел в зону. Нацкнулся, помешал ему Антипин. Панарин. Панарин запускает вперед Додонова. Додон. За воротами. Евгений Додонов. Ну, можно вспомнить о том, что Додонов, вообще говоря, родился в Челябинске. Он там начинал свой путь большой хоккей. Потом был период Национальной хоккейной лиги. Возвращение. Игра за Донбасс. И вот теперь Куба Гагарина в составе СКА. Последний показатель в этой строчке был плюс четыре. Если вы не знаете, это, так сказать, рассчитывается из моментов заброшенных, когда Додонов был на площадке, ну, любой другой игрок, и пропущенных его звеном. Вот по этому подсчету плюс-минус у Додонова плюс четыре. Все остальное понятно. Там игры, голевые передачи, голы. Юрчина. Говорит. Юрчина из Рижского Динамо. Такой мощный нападающий. Самый-самый тяжелый. 110 килограммов. Метра девяносто три рост. Ну, вот наш герой. И рекламная пауза. Итак, 2-1 сборная России выигрывает команды Словакии. Тяжелейший матч, тяжелейший турнир, на котором ничего нельзя предсказывать, предугадывать. Смотрите, мы проиграем американцам. Американцы тут же терпят поражение от белорусов. Мы громим белорусов 7-0. Каждый матч как бы начинается в этом смысле с чистого листа. Все может произойти на этом турнире. Вот такой он 79-й чемпионат мира в Чехии. Наши в атаке. Вот хороший шанс. Блин. Как-то так Белов. Казалось, немножко вальяжно сыграл. Странный довольно эпизод. Мы увидим повтор. Так и развернулся. Красиво. И было время. Ему был один перед воротами. Нужен повтор, чтобы оценить этот эпизод. Совершенно неожиданно возникший. А это вот Мазякин. Дотянулся за хайбы. Мазякин дотянулся и сделал передачу Малкину. Опять немного не хватило. Ну и опять удача. Вот смотрите. Это уже повтор вот, скажем так, более голевого момента. Но не знаю. Удача, конечно, молодец. Мне кажется, шайба нашла ловушку. Но здесь сложно. Сложно тут уж и разграничивать. Конечно, и вовремя он ее выставил. И куда надо выставил. Удача. Малкин бросал уже наверняка. Мы не увидели повтор с Беловым. Обидно, потому что момент тут тоже был голевой. Положение вне игры. У нас сейчас звено Широкова на площадке. Вот вы говорили о хорошем показателе полезности Додонова. У Широкова он пока, увы, худший в нашей сборной. Минус 4. То есть, когда он находился на льду, мы пропустили на 4 шайбы больше, чем забросили. Но я еще раз хочу отметить, Сергей очень старался. И в матче с белорусами, и сегодня. У нас, собственно, только у трех человек этот показатель отрицательный. И почти у всех он положительный. Медведев. Ох, редко выходивший сегодня нападающий Лушнак сейчас атаковал наши ворота. Кстати, не знаю, они его редко упускают. Он такое неплохое впечатление здесь производил Лушнак из команды Юность Минск. Вот так. Ну, у него, как бы сейчас, вот в этом раскладе нет своей тройки. И еще один момент, и смотрите, и подыграл себе коньками. И Додонов заряжен, заряжен на атаку ворот. И несколько у него моментов было. И создавал он панарин в основном. Но вот что-то сегодня не получается у Додонова. Но все еще впереди. Додонов приправлял шайбу в зону. Яковлев и Белов. Два защитника в этом сочетании. И Яковлев. Слайд шайбу в зону команды Словакии. И борются активно, даже потеряв плюшку Яковлев. Очень самодвижный игрок в матче зданий. Рассебли лицо шесть швов. Но Яковлев играет, не щадит ни себя, ни соперников. Как будто ничего не произошло. Вот он с шайбой. Чемпион мира прошлого года. Напомню, один из чемпионов в составе нашей сборной. Егор Яковлев. У него хорошие навыки нападающих. Ну, скажем так, атакующего защитника. Он может, если нужно, и выйти в тройку нападения. Под бросок. Под бросок Чудинову. У Чудинова мощнейший бросок. Мы это знаем. 3 в 2. Вы знаете, все начинал Тарасенко. И Тарасенко сейчас бросался самодвижно. Вот этот выстрел. Но, к сожалению, помочь в артарю не смог Владимир Тарасенко. И шайба в наших воротах. Габорик. И Габорик. Мы предупреждали. Забрасывает свою третью шайбу на турнире. И бомбардир Лос-Анджелеса. Вот видите, самоотверженный бросок Тарасенко, но... И смотрим за действиями Бобровского. И Бобровский поймать не смог. Вот смотрим за ворот, так лучше. Это очень мощный, сильный бросок Мариана Габорика. Ну, о Габорике много я говорить не буду. Виктор уже почти все сказал. Добавлю лишь о том, что Габорик, может быть, с особой мотивацией за сборную играет. Потому что он никогда ничего в сборной не выигрывал. В Лос-Анджелесе, да, кубок Стэнли. А в сборной ничего. Словакии не очень удачно играют на чемпионатах мира последние годы. Поэтому вот он, приезжая в сборную, просто рвет и мечет. Да, в Сочи его не было из-за травмы, кстати. И вот в Словакии очень сокрушались по этому поводу. Но хватит о Габорике. Наши идут вперед. Это Антипин. Малкин. Шайба выброшена из зоны. 2-2. И половина третьего периода позади. Ничей, как вы знаете, быть не может. В случае ничейного исхода основного времени назначается овертайм 5 минут. Вбрасывание в зоне нашего соперника. Показывают разные моменты. И предыдущий момент Габорика. Тогда он не забросил, а вот сейчас точный выстрел. У нас четвертая тройка Тихонова. И Виктор Самотвержин борется у борта. Их держит его клюшку словацкий нападающий. Плотников. Пропустил шайбу. Да, хорошо он. Тихонов на Якоблева. Плотников. Плотников за воротами вступает в силовую борьбу. Широков. Пилов. Плотников. Хорошо выбрался из-за ворот, но пас сделать не смог. Там Дологов сыграл. Тихонов за воротами. Измотали просто эту пятерку словацкую россияне. Просто измотали. Тут вот бросков нет пока. Вот бросок. Вот бросок. Белов делал передачу. А что там? Это Додонов, уже выскочивший на площадку. Додонов получил шайбу от Белова. И бросал. Снова худача. Все берет удачу. Ну или почти все. Это показатели по турниру. 13 бросков, 4 заброшенные шайбы. У Додонова. Енозык. Еношик. 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 Так. Мурай. Это вызовут Адам. Юрай Еношик. Это другой человек, которому я скажу, если будет возможность. Но сейчас игра не позволяет. Фонарин. Юрчина. Мы усилили давление в чужой зоне при потере шайбы. Пытаемся, вернее, это сделать. Вот проброс. Владимир Войток самый возрастной тренер из всех работающих на этом чемпионате. Ему исполнилось 68 лет в день финала 17 мая. И он завершает свою тренерскую карьеру. А это Габорик. Это то время, которое он провел на льду. И вот его показатель в той самой системе плюс-минус. Плюс один. Ну-ка, бросок в сторону ворот в расчете на то, что там подберет Дровецкий. Не получилось. Вот Дровецкий с шайбой. А, знаете, Бобровскому сейчас непросто, потому что у него работы-то нет в третьем периоде, по большому счету. И вратарю, конечно, это не очень... Где у него не очень хорошо находиться, скажем так, не в тонусе. Ну, Андрей, там два раза шайба в штангу попала. Да, но это в начале было. Штанга работала. Я согласен, согласен с вами. Яковлев. Он, кстати, единственный из полевых игроков, кто не набирал у нас очки в сборной. Ну, конечно, от защитника это, может быть, и не требуется. Но просто у нас забивали или передачи делали почти все полевые игроки. Так. Какой момент, какой проход до логи. Назятин. Ярчина. Удача. И сошла шайба с крюка Габорика. Меньше семи минут до конца третьего периода. Кулемин и получился пас. Неплохой. Кулемин ждет ответной передачи уже на пятачке. Но тут пас идет на Антипина. Антипин. Возвращает Мазякину. Мазякин с разворота так бросает куда-то в сторону ворот. Тихонов. Такое вот у нас сочетание. Что Мазякин и снова развернулся. И снова в коньки защитника. Уже не первый бросок Мазякина. Вот так находит то ногу, то конек соперника. Игра остановлена. Проброс за шесть с половиной минут до конца третьего периода. Вот эпизод предыдущего наших ворота. Но Кулемин отработал уже не первый раз, да, отмечаемый группу Кулемина в защите. Вот на ваших экранах. Нью-Йорк Айландер. Тайм-аут берет Вуйток. Вот так. Ну, как вы, наверное, знаете, каждая команда имеет право взять 30-секундный тайм-аут один раз в матче. И вот сейчас Вуйток этим пользуется. Но Вуйток, и мы хорошо знаем. Уже кое-что про него рассказали. Он же два чемпионства обеспечил. Ну, помог Ярославскому локомотиву два раза выиграть. Чемпионат России. А потом тренировал Акбарс. Потом Московская Динамо. Снова вернулся Ярославский локомотив. Кстати, первый иностранный тренер, который выиграл, команда которого выиграла чемпионат России. Это было вот в Ярославле. Но говоря о Ярославле, конечно, мы вспоминаем сегодня великолепного словацкого хокиста Павла Димифро, который несчастным трагическим днем 7 сентября 2011 года 36 лет погиб со своими партнерами по ярославскому локомотиву в авиакатастрофе. 38-й номер изъят из обращения в сборной. Но это 38-й номер на спинах словацких болельщиков. Они помнят, и мы помним тоже, Павла Димитра. Медведев. Удалей. А, нет, прошу прощения. И у нас пауза. Итак, до рекламной паузы была игра высоко поднятой клюшкой со стороны нашего кист, и в этом шайбу вынесли для вбрасывания в средней зоне. И это все происходит за 6 минут 17 секунд до конца третьего периода. 2-2. Россия-Словакия. Ничей быть не может в этом круговом групповом турнире. Да и сейчас в хоккейном матче вообще в случае ничейного результата 5 минут овертайм. Но до этого еще играть и играть. Больше 6 минут. Плотников борется за воротами. Один против двоих. Пришел на помощь Тихонов. Словаки с этим разобрались и идут вперед. Крайба скачет к воротам Бобровского. Кул на трибунах. Показал, что был фул против Деденцки. Ничего подобного. И Татар пытался организовать атаку. И тут же ответ. Нет. Эта шайба не досталась Широкова. Ну вот нам показывают молодого Лушнака, которого стал в третьем периоде все чаще Владимир Вуйток выпускать на площадку. Молодой нападающий. Один из двух дебютантов сборной Словакии. Никогда прежде не игравший на чемпионатах мира. Вообще у Словаков очень опытная команда. Игроки много чемпионатов мира. Прошли Олимпиад. Средний возраст 28 лет. Кстати, более возрастные только чехи на турнире. Более возрастные, чем в Словакии. Но игра в нашей зоне сейчас идет. Первая тройка. Хотя тут не все так просто. Тут Широков, Шипачев. А, поехали меняться. Плотников со Широковым появилась первая тройка. Тройка Шипачева. Так что все нормально. Куликов и в обороне. Господи, кто с ним-то в паре вместе? Тут сейчас разберемся. Вот такое впечатление, что Шипачева просто постоянно вбрасывание, да? Да. В другом звене. Так показалось. Потому что потом к нему присоединились партнеры. Панарин. Паре антикенс, Куликов. Панарин. Панарин кружит за воротами. Кружит, кружит, кружит. Выжидает момента, чтобы сделать передачу. Трибуна этим недовольна. Словацкие болельщики не рады тому, что Панарин так позволяет, ну, скажем так, издевательски, может быть, так, контролировать шайбу. Виктор, я удивляюсь Панарину в современном хоккее, где буквально ни сантиметра свободного льда нет, как Панарин ухитряется финтить, обыгрывать по нескольку соперников. И, в общем, беспрепятственно это делать. Большой мастер. Да, это увидели за океаном. Теперь он будет играть в Чикаго. Жалко, конечно, что, так сказать, прекращает все существование вот это звено, потому что, когда мы говорим о сборной, подчеркиваем, очень важно, как опять же это будет с этим хоккей, звеньями брать. Вот эти звенья брать из клубов, готовые уже для сборной. Но, внимание, шайба за нашими воротами. Хорошо, не получается щелчок. Но атака продолжается. Закрыт, закрыт совершенно был Бобровский. И в какой-то момент потерял клюшку. И разбит, видите, подбородок Чудинова. Смотрите, как там 28-й номер «Паник» боролся. Вот он задел, по-моему, да? При падении, да? Ох ты, коньком! Сюда сойти, коньком! Но, да, тут... Потому что нарушения-то не было вообще. За кровь дают пять минут, если сопровождается это. Да, он уходит нарушением правил. Но здесь случайно это получило купаника. И Чудинов вынужден покинуть не только площадку, но и скамейку. Запасных отправляется в пострибунное помещение. Мы пока что остаемся без одного защитника. У нас всего шесть осталось. И четыре минуты до конца третьего периода. Белов идет вперед. Рядом Мазякин. Белов сам наносит щелчок, но попадает в Юрчину. Положение вне игры. Ну, понятно, что хоккей-игра контактная. Но и вспоминаем Минск прошлогодний. И нынешний турнир. Какое-то невероятное количество травм и повреждений. Но мы еще не говорим о тех, кто не приехал. Да. Радулов и не только Радулов. Так. Список можно продолжать. Григоренко тот же. Калинин чемпион мира. Денисов Зайцев, армейские защитники. Ну, в общем, да, много, много. Миклик. Пас неожиданный. Ой-ой-ой-ой. И браво, Бобровский. Браво, Бобровский. Так это был чистый выход. Один на один. Только Бобровский. Мог спасти. И он спад. Смотрите. И вот это был тот самый Татар из Детройта. Да, мог решить. Все, за три минуты до конца периода. И еще один тросок. Спортом Бобровского. Словакия, в общем, проводили свой матч вчера позже, чем мы. Мы играли утром, а не днем. Но сила есть. И смотрите, что делается. Бартович. В какой-то момент мне тоже показалось, что наш соперник немножко устал. Но ничего подобного. Опытный Владимир Вуйток. Он знает, когда команда должна прибавить. Когда немножко отпустить вожжи. Тримирует сборную с 2011 года Владимир Вуйток. И вот он, Татар, был на ваших экранах. Который не использовал реальнейшую возможность. Чтобы вывести свою команду вперед. Тарасенко. Тарасенко идет в обыгрыш. Неплох. Бахплюшку придержали ему. Придержали в рамках правил. И человек, который это сделал, идет в атаку. Это паник. Все тот же паник. Который коньком рассек лицо Чудинова. Кировецкий. Но без паники. Без паники. Ковальчук. Давай, Илья. Бросок. Прицельный бросок в дальний угол. По-моему, там задело, да? Задело голкипера. Ближний угол попытался пробить Тарасенко. Две минуты пять секунд. Аккуратней. Аккуратней Бобровский. Мазякин. Две минуты до конца третьего периода. Мазякин бросил шайбу в зону. Ну, хорошо, хорошо. Мазякин оказался в нужном месте. Пытался сделать еще обостряющую передачу на Мазякина. Но хорошо, что перехватило. Это уже было достаточно. Уже атака была серьезная у словаков. Полторы минуты. Наши шайбы. Мазякин оставляет Мазякину. Давай, Евгений. Последняя шайба в ворота белорусов на его счету была вчера. Так, за счет индивидуальных действий. Шипачев. Это уже первое звено подключается. Шипачев отдает Мазякину. Мазякин. А, развернулся. И словно сам того не желает. Татар. Так вот удачно получилось. Привал передачи. Но пас на Мазякина. Мазякин не стартовал вовремя, по-моему, на этот пас Белова. Последняя минута идет. Миклик в атаке. Так, наброс на наши ворота. Панарин. Додонов. Белов. Попадает в коньки сопернику. Отважно бросается в бой с двумя соперниками Панарин. Помогает ему Анисимов тут уже. Панарин посмотрел на секундомер. На секундомере 20 секунд до конца периода. Брать нельзя. Шайва было положение вне игры. 10 секунд. Ну и что? Последняя атака. Кулеми. Нет. Не получилось. 3 секунды. 2 секунды. Все. Все. 2-2. Уставное время. И нас, дорогие друзья, ждет овертайм. В овертайме сейчас идет зачистка льда. Я не знаю, это сейчас сопровождается у нас рекламной паузой или нет. Но в любом случае пока что скажу вам, что да, специальный такой вот заливки льда нет по правилам перед этим 5-минутным овертаймом. Команды выходят, да, на 5 минут до первой заброшенной шайбы. Играют 4 на 4. Если шайба заброшена не будет, то, и может быть сейчас об этом говорят, но, наверное, говорят тренеры словаков еще не о тех, кому бросать булиты в том случае, если овертайм не принесет результата. А может быть они говорят о составе своей четверки. Все-таки это не полноценное звено. И здесь возможны разные варианты. Все мы сейчас увидим. Но вот пока что есть вот эти самые 3 минуты. По-моему, у нас еще не использовал тайм-аут знарок, да, Андрей, наш тренер? Вуйток уже использовал, возможно, знарок еще нет. Так что 30 секунд у нас есть. Ну, а стоит ли брать тайм-аут, не знаю. Нет, на всякий случай просто. Для чего-то его копил эти 30 секунд, Олег, здоров. Ну, посмотрим. Я хочу сказать о том, что овертайм на нынешнем чемпионате это худачек, которого сегодня, конечно, в Словакии, я думаю, похвалят болельщики, оценят его игру. Овертайм на этом чемпионате дело отнюдь не редкое. Семь раз назначались дополнительные периоды. В четырех случаях какая-то из команд забрасывала в эти пять минут. Еще в трех случаях приходилось пробивать штрафные броски. Но в Словакии в такой ситуации, я имею в виду, игра в овертайме, уже оказывались дважды. А наши впервые играют на чемпионате овертайм. Вообще, мне даже сложно вспомнить, когда последний раз на чемпионатах мира мы играли дополнительный период. Но точно это было не здесь и не в Минске. Но так или иначе. Но еще скажу нашим телезрителям, она смотрит более широко. Аудитория сегодня, я уверен, чем только хоккейные болельщики. Скажу, и я забыл, что я хотел сказать. Да, я хотел сказать, что команда, которая выигрывает в результате овертайма или последующих булитов, получает два очка. Проигравшая команда, поскольку основное время закончилось ничью, получает одну очко в турнирную таблицу. Вот такие правила. Ну что же, посмотрим, кто в четверках. Так, сначала вижу, что у нас выходит на площадку Дмитрий Куликов. Это говоря о защитниках. Выходит Виктор Антипин. Антипин у Куликов. Вот такая пара защитников. Вижу, что появляется на площадке Малкин. Ну, Малкин, да. Малкин и Тарасенко. Вообще, это два игрока, которые, наверное, должны неплохо сыграть, когда в такой ситуации разряженной. Когда есть свобода, поскольку четыре человека в каждой команде сейчас на площадке. Я имею в виду игровых, буревых игрока. Поэтому вот здесь такая возможность для скоростного маневра, она побольше. Поэтому вот Тарасенко и Малкин. И у Словаков. Конечно же, Габорик. Он атакует наши ворота. Куликов поворолся. Тарасенко. Пас на Малкина. Тарасенко идет вперед. Тарасенко идет. Оставляет Малкину. Малкин. Бросок прямо в голкибер. Подбирает шайбу. Ну, еще и венечет. Ах! Что ж такое? Удачек. Малкин за воротами в борьбе с Граником. Вот этот самый мощный защитник Граник. Назвал Олег Изнарка своим лучшим тренером за всю его карьеру, когда Граник играл в московском Динамо. Вот сейчас Граник с шайбой опередил Малкина. Начинает атаку. Делает передачу на Габорика. Все лучшие силы брошены в бой, естественно, у Словаков. Там бегал, что сидя на бортике, попытался Словак сыграть клюшкой против нашего. Татар. Белов шайбой. Подыграл себе коньком. Промедлил, промедлил. Нужно все делать быстрее. Ложится под бросок. Ну, отбивает. Отбивает Бобровский. У нас тем временем поменялись и хоккеисты, как и у Словаков, собственно. Бобровский отбивает. Не дать добить. Талину, слава богу, помешали добить так, как могли бы Словаки. Все-таки клюшка нашего защитника там была. Вот еще раз. Щелчок, и вот, видите, и немножко там даже не защитник, там был и Шипачев принял участие в этом эпизоде. Вот видите, отбивает Бобровский. И дальше уже помешали. Миронов, Медведев, Панарин. Серсен наносил бросок нам, поэтому его и показали сейчас с крупным планом. Да, простите, Андрей. Миронов, Медведев, Панарин и Додонов у нас. Ох, как шайба неожиданно отскочила. Ближняк. Вот нас заперли в нашей зоне, как будто, если бы мы играли в меньшинстве. Такое ощущение. Словаки, сколько сил они сохранили. Ну вот, Панарин. Пошел сам. Ни с кем не делится. И забивает эту важнейшую шайбу. Вот так Артемий. Молодец. Панарин. В напряженнейшем матче приносит победу сборной России. Мы выигрываем в овертайме. С общим счетом 3-2. Получаем 2 очка. Получаем 2 очка. У нас становится 14. У сборной США 15. У нас 14. У финнов 12 очков. У белорусов 10. И в последнем матче мы сыграем с командой Финляндии. Мы много говорили сегодня об Артемии Панарине. И он сделал свое дело. В кои веки он не стал ждать партнеров. Но, наверное, это было оправдано в данной ситуации. Вышел один на один. Бросил. И пробил таки. Пробил таки худачика. И вот вы видите торжество молодого 23-летнего форварда. Озадачены болельщики сборной Словакии. Ну что же, как я уже сказал, вот в этой ситуации словацкая команда получает 1 очко. Прибавляет его к 7, которые уже у словаков имеются. И у них становится 8 очков. Итак, сейчас у американцев 15. Еще раз. У нас 14. 12 у сборной Финляндии игра в запасе. 10 у белорусов игра в запасе. И вот команда Словакии набирает 8 очков. Но, внимание, сейчас церемония. Церемония определения лучших игроков. Сегодняшнего матча. Ну, я могу добавить... Гудачик, как и следовало ожидать, признан лучшим в составе сборной Словакии. И, думаю, что справедливо. Решение принимается специальной коллегией чуть раньше. Вообще, обычно это делается едва ли не во втором периоде. Но, я думаю, даже эта пропущенная шайба не испортила впечатление от игры Кудачика. У нас лучшими признавались Тихонов, Додонов, Белов, Мазякин и Ковальчук. А сегодня Тарасенко. И вот Тарасенко. Забвозил он сегодня свою очень важную шайбу. Третью на нынешнем чемпионате. Но, опять же, я говорю, что не на последних минутах, на последних секундах принимается решение по определению лучшего. Потому что, наверняка, я думаю, что может Тарасенко с Артемием Панариным поделиться этой наградой. А теперь гимн России. КОНЕЦ КОНЕЦ Друзья, мы обеспечили себе место в четвертьфинале. Мы не знаем только с какого места. Нас ждет следующий и последний матч в группе с командой Финляндии. С победой вас еще раз поздравляю. Всего вам хорошего. С вами был Андрей Голованов, Виктор Гусев. Берегите себя. КОНЕЦ КОНЕЦ